ровно год назад на этом самом месте мы с вами дорогие слушатели отрекались от сатаны и всех и находили в себе то человеческое зерно то неуничтожимое что сильнее тьмы прошел год и вот что я хочу вам сказать дорогая аудитория вы оказались довольно потрясающими людьми вас скромно скажем меньше не становится не скромно скажем вас становится больше я вижу вас в агрегированных цифрах сухой статистики я смотрю на вас на своих выступлениях я читаю то что вы пишете и вообще как выражаются учителя средней школы если я на вас не смотрю это не значит что я вас не вижу а я на вас смотрю и я вас вижу если мы оглянемся назад на этот прошедший год то увидим себя делающими то на что мы раньше наверное не считали себя способными мы видим и в себе и в окружающих ту стойкость то мужество продолжать делать свое дело которое наверное мы бы в себе не обнаружили если бы не эти чрезвычайные и откровенно говоря противоестественные обстоятельства тем не менее в течение всего этого года я видела людей которых фигурально выражаясь шмякнула об стенку со всего размаха и они лишились всего чего только можно лишиться остались разве что две руки две ноги и целая голова и вот спустя год я вижу как они продолжают делать свое дело продолжают верить в то что для них ценно продолжают помнить где добро где зло где вверх где низ стремятся к свету и распространяют его вокруг себя это наблюдение преследовало меня в течение всего 2023 года это дает основания не менять свое мнение о человечестве а в каких-то сегментах даже быть лучшего мнения о человечестве и отдельных его представителях чем мы были с вами раньше эпиктет который без сомнения философ 2023 как и вся философская школа стоицизма писал что поскольку не стоит беспокоиться обо всем что находится вне зоны нашего влияния то стоит беспокоиться о тех четырех вещах над которыми мы власть что же это за четыре вещи это мнение желание стремление и уклонение это то что принадлежит нам зависит от нас это что мы не можем не отдать никому другому индивидууму или группе людей не даже делегировать им мнение это то что мы формируем сами желание это то чего мы хотим стремление это то что мы делаем чтобы достичь желаемого и уклонение немаловажный пункт в этом списке это то что мы делаем чтобы избегать нежелаемого избегать того о чем мы составили отрицательное мнение вот это самые силы тьмы или силы зла в былые времена считались соблазнителями искусителями они предлагали чего-то людям они пытались казаться привлекательными в новую эпоху кажется все это ушло зло мало чем способна привлечь кого бы то ни было его новое основное орудие это ощущение бессилия это убеждение что по-другому не получится от нас ничего не зависит иначе нельзя если мы еще раз посмотрим на прошедший год то увидим многие многие вещи которые мы делали несмотря ни на что потому что по нашему мнению это было то к чему следует стремиться и мы увидим как мы не делали того что не считали правильным верным и нравственным таким образом выходит что многое больше чем хотелось бы от нас не зависит как говорили те же стойки там где ты ничего не можешь сделать ты не должен ничего желать это довольно трудный постулат мы все равно желаем изменения обстоятельств которые нам не нравятся и в ходе празднования нового года многие многие люди пожелают того что они на самом деле не могут сделать но чего им очень очень хочется но давайте помнить что есть желание которые от нас зависят осуществление которых от нас зависит не столько надо желать изменения обстоятельств сколько желать сохранения равновесия внутри собственной головы это начало всякого блага то пожелание которое произносится почти автоматически и в этом своем автоматизме несколько раздражает берегите себя на самом деле наполнена смыслом если мы сделаем ударение в правильном месте берегите себя не свое место регистрации и даже постоянного проживания не должность не структуру в которой вы оказались не даже свою физическую оболочку хотя к ней мы все надо сказать привязаны а себя вот того себя который составляет вашу единственную и уникальную личность это начало всех начал вам есть что беречь вам есть что защищать я желаю всем тем кто смотрит и слушает дожить до конца следующего года давайте такое скромное пожелание выскажем скромное но я бы сказала фундаментальное постольку поскольку это от нас зависит вот это главное в нас оно же лучшее в нас нашу человеческую сердцевину наше представление о том кто мы есть и в чем наш долг мы можем сохранять мы можем сберечь и на основании этого самого главного мы будем продолжать делать то что нужно делать то что должно да здравствует свет который не гаснет свет знания свет нашей связности нашего взаимодействия друг с другом свет тех чувств которые вы друг другу испытываете это то что заслуживает сохранения это то что заслуживает защиты спасибо вам за все что было в предыдущем году надеемся на совместно проведенный год следующий в следующий в следующий